Мы приближаемся к республике Алтай и до сих пор непонятно, остановят ли нас попросить документы или мы спокойно пересечем границу. Граница позади и первое, что мы видим, недолгожданные горы. Сотрудник АДПС инспектор спрашивает телевизита и просит показать документы. Что снимаете? Прямо с телевидения. Не смотрите. На ближайшей базе даже. Всего доброго. Горно-Алтайский пост ГАИ. Здесь каждая машина, которая пересекает границу, ее останавливают, проверяют документы. И только тогда уже она пересекает границу и проезжает в республику. Улицы Маймы полупустыни. То, что туристов. Местных почти нет. Изредка встречаются торговцы. Многие мои знакомые перед поездкой в Горно-Алтай меня предупредили, что здесь местные жители настолько напуганы, что бросаются с вилами. Ничего подобного. Все здесь спокойно. Жизнь течет размеренно. Все так же торгуют продуктами. Ничего здесь не изменилось. Единственное, что стало меньше туристов. Вообще, алтайцы гораздо оптимистичнее, чем мы воспринимаем коронавирусы философски. Ну, как бы все равно, чему быть, тому и не миновать. Если суждено человеку умереть, но лично мое мнение, не от вируса, так машина совьет. Я выкинул телевизор, не знаю, что это такое. Самое избавление от коронавируса, выкиньте телевизор, и все. И не будете болеть коронавирусом. Ешьте колбу, вот, ребята. Колба, витамины, это подымает иммунитет. Турсырье возим от коронавируса. Как говорится, заквашиваем это, антисептик, все это делаем. И никто не подходит, никто не здоровается. Недолюбливаете теперь туристов? Да почему? Они деньги нам везут. Кто их не любит-то? Весь алтай живет на их деньгах. Туристы могли бы привезти деньги и даже хотели бы. Да остановиться негде. 27 марта все турбазы Горного облетела бумага о временном закрытии баз отдыха. Своеобразная похоронка войне вируса с бизнесом. Ну вот, одна из турбаз Горного Алтая. Здесь нет никого, ни туристов, ни хозяев, ни администраторов. База пустует. Пустые карманы владельцев баз. Любовь Замятина рассказывает, что за два месяца простою потеряет десятки миллионов. Сейчас женщина оформляет кредит, чтобы выплатить зарплату сотрудникам и спасти 20-летний бизнес. То есть до того дошло, что уже приходится зарплату кредитами оплачивать. Конечно, все у нас только преувеличено, и можно было бы работать. И как-то на самом деле можно было принять все меры по профилактике. То есть мы бы могли соблюдать. То есть людей даже в мире температуры были готовы постоянно дезинфекцию делать. Пусть бы не работало кафе, мы бы на вынос делали продукты. А предприниматель Александр Зотин часть своего бизнеса уже продает, чтобы вернуть туристам деньги за сорванный отдых. Продаю первое, чтобы сделать возвраты и облегчить себе кредитную нагрузку, потому что я не смогу обслуживать. То есть если не дадут работать часть даже лета, если потом будет вторая волна, и мы снова уйдем просто без всякой подушки финансовой безопасности в зиму. Вот мы не сможем прокормить персонал, мы не сможем обслуживать долги, мы не сможем строиться. Пандемия ударила и по магазинам. Клиентов ждут часами. Туристов нет. Получается, ну конечно, в убытке не все. Прибыли меньше стало. Намного? Соответственно, ну значительно, да. Федеральные власти поясняют, что малым и средним предприятиям окажут поддержку в размере 12 тысяч в месяц на одного сотрудника. Кроме того, решается вопрос о предоставлении субсидий на возмещение процентов по кредитам, выданных на строительство баз. А к туристам обращаются отдельно. До 1 июня 2020 года закрыты все туристические базы, отели, не работают рестораны и кафе. В связи с чем туристам просто нечем себя будет занять. Поэтому в целях ускорения открытия туристического сезона убедительная просьба ко всем гостям и жителям республики Алтай отказаться от путешествий, переездов, беречь себя и своих родных и оставаться дома. Но если ваш путь лежит через горную территорию и без ночевки никак не обойтись, то советуем делать это по всем правилам. Конечно, отдыхайте таким образом. Лучше всего, когда закончится режим самоизоляции. Но если вы все-таки забрели в горный Алтай, то палаточный отдых сейчас самый оптимальный вариант. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.